Продолжение следует... Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, тема моего выступления перед вами – эпоха нового мученичества, дискриминация христиан в разных регионах мира. Эта тема связана с положением христиан в тех странах, где они составляют меньшинство. Сегодня эта тема приобрела особую остроту и актуальность. Нашу эпоху справедливо называют эпохой нового мученичества, ибо в целом ряде стран христиане подвергаются массовым преследованиям, гонениям и дискриминациям. 30 ноября, 1 декабря 2011 года в гостинице «Даниловская» была проведена конференция «Свобода вероисповедания. Проблема дискриминации и преследования христиан». Я выступил на этом форуме с докладом, в котором привел многочисленные факты дискриминации христиан в разных странах. На прошлой неделе интернет-сайт «Седмица.ру» открыл специальную новостную рубрику «Гонение на христиан», которая призвана в режиме реального времени знакомить читателей с фактами насилия над христианами в разных уголках мира. «Христианская церковь начала подвергаться гонениям с первых лет своего существования. Церковь – организм богочеловеческий. Она одновременно присуща миру горнему и миру дольнему. С ее неотмирной сущностью не может смириться враг рода человеческого. Господь Иисус Христос не раз говорил, что христиан будут гнать и преследовать, «Если меня гнали, будут гнать и вас». В своем докладе на упомянутом форуме я привел немало фактов гонений на христиан. Поэтому в сегодняшнем обзоре ситуации в мире я хотел бы прежде всего остановиться на фактов, имевших место за прошедшие с того времени месяцы. Наибольшую озабоченность вызывает недавний рост антихристианских выступлений в двух странах, где христиане составляют не менее 10% населения, а именно в Египте и в Сирии. По данным на 2007 год в Египте проживало 107 миллионов человек, большинство из них – арабы. Большинство населения принадлежит к исламу. Христиане, копты, проживают в основном в Каире, Александрии и других крупных городах. Они составляют около 10% населения. Также в Египте проживает небольшое количество православных христиан. И главой Александрийской православной церкви, как вы знаете, является блаженнейший патриарх Феодор. После событий января-февраля 2011 года в этой стране появилась отчетливая тенденция сделать шариат единственной правовой системой в стране. Следует учесть, что те, кто сегодня призывают к введению норм шариата, как правило, являются носителями радикальных воззрений, согласно которым христиане приравниваются к язычникам и подлежат обращению в ислам. В течение 2011 года христиане в Египте постоянно являлись объектами атак. В своих выступлениях я приводил много примеров такого рода. Власти этой страны, вместо того, чтобы защищать христиан, иногда сами становились источниками насилия против них. 9 октября в столице Египта копты организовали мирную демонстрацию, однако вооруженные силы, находившиеся в подчинении военного совета Египта, разогнали демонстрацию, в результате чего были убиты более 20 христиан и более 200 ранено. Христиан буквально давили военной техникой. После прошедших в январе этого года парламентских выборов, в результате которых большинство мест в парламенте получили братья-мусульмане и салафиты, ситуация с положением христиан еще более ухудшилась. Надо отметить, что братья-мусульмане в последние месяцы пытаются проводить политику защиты коптов от нападок. Салафиты же, обращаясь к христианам, объявили, что те в соответствии с шариатом должны будут либо платить подушную подать, как полагается людям со статусом немусульман, либо покинуть страну. Салафиты разрушали церкви, уничтожали дома христиан, убивали их самих. Они создали комитет по поощрению добродетели и предотвращению порока, подобный действующему в Саудовской Аравии. В сентябре 2011 года в докладе Египетского союза за права человека было сказано, что в период с января по сентябрь из-за запугиваний салафитов страну покинули около 100 тысяч христиан-коптов. До указанных выборов это были, хотя и достаточно многочисленные, но отдельные антихристианские вылазки радикалов. Придя к власти, они приступили к реализации плана очищения от христиан целых населенных пунктов. Приведу примеры. 27 января копты селения Эль-Америя были атакованы примерно тремя тысячами мусульман под предводительством салафитских лидеров, которые подожгли их дома и магазины. 30 января толпа мусульман атаковала деревню Кобры-эль-Шарбат во второй раз уже, придав огню три дома христиан на глазах у представителей правопорядка. После этого исламские представители потребовали, чтобы состоятельный предприниматель Кобт был изгнан из деревни, объявив его и его сыновей в том, что они подкрыли пальбу в воздух, когда их дома поджигали. В феврале толпа во главе с представителями салафитов подожгла коптскую христианскую церковь и дома христиан в деревне Мет-Вашар к северо-востоку от Каира. В очередном акте насилия против христиан приняли участие около двух тысяч исламских экстремистов. В результате инцидента была сожжена церковь Святой Марии в деревне Бет-Вашар в провинции Шаркия, около 50 километров от Каира. В Сирии на протяжении многих веков мирно сосуществовали христиане и мусульмане. До недавнего времени Сирия являла пример благополучия в плане межрелигиозного сосуществования. Здесь не было межрелигиозных конфликтов, бок о бок во взаимопонимании жили мусульмане и христиане, священные места христиан были открыты для паломничества. Сирия приняла более двух миллионов беженцев из Ирака, несколько тысяч из которых являются христианами. Они надеялись укрыться здесь от преследований на своей родине. Сегодня Сирия переживает трудное время. Внешние силы пытаются разжечь межобщинный, межрелигиозный конфликт. Особенно заботит нас судьба религиозных меньшинств в Сирии, в первую очередь православных христиан, которые представляют древнейшую из религиозных общин, существовавших на сирийской земле. Уже сейчас можно говорить о внешнем военном вмешательстве в эту страну. Тысячи боевиков-экстремистов под видом оппозиционных сил развязали гражданскую войну в этой стране. Не прекращаются нападения и гонения на христиан. 15 января двое христиан были убиты в очереди за хлебом. 40-летний христианин был застрелен тремя вооруженными людьми, когда вез на машине двух своих маленьких детей. Недавно было сообщение о трагической гибели клирика антиохийской православной церкви иеромонаха Василия Нассара 25 января этого года и об обстреле 29 января из переносного орудия древней сейднайской обители. На прошлой неделе в городе Хомс было убито не менее 200 христиан, включая малолетних детей. Похищение христиан и других представителей несуннитского населения приняло значительные масштабы. Два христианина, одному из которых было 28 лет, другому 37, были похищены и позже найдены мертвыми. Последние сообщения об антихристианском насилии очень сильно напоминают те, что стали обычными уже в Ираке с момента вторжения туда войск США. Все это вызывает серьезные опасения за будущее христиан в Сирии. После недавнего принятия, несмотря на протесты России, Генеральной Ассамблеей ООН, резолюции, направленной против нынешнего правительства Сирии, открылась возможность введения в эту страну иностранных военных сил, как это было в Ливии. В этом случае может начаться крупномасштабная гражданская война, которая продлится многие годы, и жертвами которыми, несомненно, станут прежде всего христиане. Они будут отвечать своими жизнями за действия агрессоров и станут заложниками и первыми жертвами этого конфликта. Как сообщают СМИ, уже несколько сотен мирных христиан стали жертвами вооруженных экстремистов. Участились случаи похищения христиан с целью выкупа. Есть опасность, что дальнейшая дестабилизация обстановки в стране драматическим образом отразится на судьбе религиозных меньшинств, прежде всего сирийских христиан. Обратимся теперь к ситуации в странах, в которых в результате вмешательства внешних сил уже произошло нарушение межрелигиозного баланса. После свержения режима Каддафи в Ливии и прихода к власти Переходного национального совета, Ливия стала местом, откуда активно вытесняются христиане. До начала иностранного вмешательства в эту страну христиане составляли здесь около 3% населения. По информации правозащитной организации Open Doors, 75% христиан Ливии, которые в большинстве своем были иностранными рабочими, покинули страну в ходе вооруженного конфликта. В Ираке до 2003 года проживало более полутора миллионов христиан. В настоящее время почти 9 десятых из них бежали или были убиты, а те, кто остались, ежедневно опасаются за свою жизнь. С иностранной военной интервенции исламские боевики начали террор против христиан. Сотни христианских семей бежали в северные курдские области Ирака или в соседние страны. Недавно я встречался с представителями руководства иракского шиитского религиозно-политического движения Садра II. Они заверили меня, что христиане, проживающие на территориях, контролируемых этим движением, а это южные регионы страны, защищены представителями этого движения. В сентябре прошлого года, по моему благословению, сотрудник отдела внешних церковных связей посещал Северный Ирак. В этническом отношении шестимиллионный Северный Ирак населен преимущественно курдами и езидами. Численность христианских народов в этом регионе незначительна, но она увеличилась в последние годы за счет миграции христиан с юга страны, из арабских областей. Наш представитель встречался с христианами-беженцами с юга страны, которые рассказывали, как врывавшиеся к ним исламисты требовали от них крупных денежных сумм на покупку оружия для борьбы с американскими агрессорами, избивали членов семьи, некоторых убивали или похищали. Нападавшие скрывали свои лица под масками, из чего следовало, что это были соседи или знакомые. В последние годы стали особенно частыми похищения католических священнослужителей, после чего похитители требовали, чтобы Ватикан заплатил за них выкуп в размере нескольких сот тысяч долларов. За похищение простых людей назначались суммы в 10-15 тысяч долларов. Волна насилия против христиан в Ираке за последние месяцы, к сожалению, не спадает. 5 декабря прошлого года после проповеди одного имама возбужденные его словами исламисты разрушили десятки магазинов, домов и других объектах, принадлежащих христианам в городе Закха с населением около 200 тысяч человек. После погромов христиан насилие скоро распространилось и на другие близлежащие города. В иракском городе Масул, являющемся одним из центров христианского меньшинства в стране, в декабре 2011 года члены исламистской группировки расстреляли супружескую пару христиан. За несколько дней до этого в других городах Северного Ирака произошли погромы. По меньшей мере 30 человек получили ранения. В Иране проживает не менее полумиллиона христиан. В основном это ассирийцы и армяне. Эти христиане имеют здесь свои храмы и возможность исповедовать свою веру. Почти 70 лет в Тегеране действует православный храм. Однако и в этой стране имеются случаи дискриминации христиан, в частности судебных решений в отношении проповедников христианства. Широкую известность получило решение суда Исламской республики Иран от 22 сентября 2010 года, приговорившего к смерти пастора-евангелика Юсефа Надархани за отречение от Ислама и переход в христианство. В июне 2011 года суд распорядился отложить казнь, а само дело отправил на пересмотр. В настоящее время решение судьбы этого пастора зависит от верховного руководителя страны, а это Лы Хаминеи, который должен вынести официальный вердикт. Примером полного бесправия христианского населения является Пакистан. Это очень густонаселенная страна. Из приблизительно 162 миллионов пакистанцев христиане составляют лишь около 2,5% населения. В 1986 году в этой стране был принят закон о богохульстве, который стал орудием преследования религиозных меньшинств. Этот закон часто используется для сведения личных счетов и как средство захвата чужой собственности. Закон о богохульстве требует немедленного осуждения обвиняемого. Недавно был подтвержден смертный приговор христианки Осии Биби, которая на вопрос о ее вере ответила, что она христианство, и за это была обвинена в богохульстве. К 1 февраля 2012 года петицию с просьбой к пакистанскому правительству освободить ее из заключения подписали более 580 тысяч человек из 100 стран мира. В 2011 году в пакистанской тюрьме умер 30-летний христианин Аслам Масих, арестованный также по обвинению в богохульстве. В течение нескольких месяцев ему отказывали в медицинской помощи. Недавно еще два христианина пострадали от ложных обвинений. Протестантский епископ Джозеф Первес и пастор Джордж Бабер. Они вынуждены были бежать за границу после предъявленных им обвинений в богохульстве и угроз со стороны экстремистов. Радикально настроенные мусульмане не останавливаются даже перед насилием в отношении детей. В ноябре 2011 года они совершили нападение на школу в пакистанском Пешаваре. Два человека убиты и 14 получили ранения, в том числе 7 детей. Многие христианки в Пакистане насильно выдаются замуж за мусульман и принуждаются к смене веры. В 2011 году в докладе Азиатской комиссии по правам человека сообщается, что около 700 пакистанских девушек-христианок каждый год вынужденно принимают ислам в связи с давлением или нежеланной беременностью. Подобные преступления чаще всего остаются безнаказанными. После убийства в начале этого года за отказ принять ислам 18-летней девушке-католичке генеральный викарий Фейсалабада заявил в интервью агентству Фидес, что случаи, подобные этому, происходят в Пенджабе каждый день. Так недавно европейские СМИ писали о 20-летней христианке Соне Биби, избитой и изнасилованной группой мусульман, и о 12-летней Ребекке Биби, потерявшей зрение после избиения своим работодателем мусульманином. В настоящее время в Пакистане, по данным католической конференции епископов, ежегодно фиксируется более 700 случаев принудительного обращения в ислам. В январе 2012 года в стране был арестован католический священник, который совершал служение в течение 8 лет. По данным организации Open Doors, из 28 миллионов жителей Афганистана примерно 10 тысяч исповедуют христианство. Последний общедоступный христианский храм в Афганистане был снесен в марте 2010 года. Христиане в этой стране вынуждены скрывать свои убеждения, не имеют легальной возможности открывать храмы, а церковные службы проводят на территории частных домов. Переход из ислама рассматривается как тяжкое преступление. Обратимся к ситуации в странах Африки. В Алжире власти за последние 5 лет не дают разрешений на открытие христианских храмов. С недавних пор здесь стал применяться закон о богохульстве, аналогичный пакистанскому. По официальным данным, в 36 миллионном Алжире проживает около 11 тысяч христиан, большинство из которых католики. По неофициальным данным, количество тайных христиан в разы превосходит это число. Закон, принятый в 2006 году, запрещает миссию среди мусульман. В 2011 году власти алжирской провинции Беджая объявили о закрытии семи христианских храмов. В течение последних месяцев в Алжире все чаще отмечаются случаи религиозной нетерпимости по отношению к христианам, а также факты вандализма и угрозы в адрес священнослужителей. В Северном Судане, который летом 2011 года отделился от Южного Судана, постоянно происходят акты насилия в отношении христиан. Новые власти страны заявляют, что теперь в Судане шариат и ислам станут основой новой конституции, ислам будет официальной религией, а арабский официальным языком. Из Северного Судана приходят сообщения о многочисленных, целенаправленных нападениях на христиан, которые вынуждены бежать в Южный Судан. Радикалы стоят за преследованием христиан и в другой густонаселенной африканской стране, 150-миллионной Нигерии. Сегодня эта страна переживает очередной кровавый кризис. Практически она разделена на две половины, мусульманский север и христианский юг. На севере Нигерии из 70-миллионного населения 27 миллионов составляют христиане, которые подвергаются планомерному уничтожению радикальными группировками. С момента введения в 12 северных штатах законов шариата в результате многочисленных столкновений в последние годы уже погибли тысячи человек. В захваченных районах учреждаются шариатские суды и вершится шариатское правосудие. Летом 2011 года радикалы сожгли дотла христианские храмы и дома, ограбили хозяйство христиан в целом ряде городов. В августе 2011 года 24 христианина были убиты в результате нападений вооруженных исламистов на христианские деревни в центральной части страны. В рождественскую ночь 25 декабря 2011 года был совершен очередной террористический акт, в ходе которого погибло более 80 христиан. 22 января этого года в Нигерии вновь взорваны бомбы в двух христианских церквах. Все большее число христиан вынуждено бежать из северной Нигерии в другие районы страны. На севере Нигерии в 2011 году были убиты по крайней мере 700 христиан. Всего же за последние 10 лет в результате межрелигиозных столкновений в Нигерии погибло более 13 тысяч человек, абсолютное большинство которых являются христианами. В Сомали христиане по некоторым данным составляют около 1% от общего населения страны. Здесь нет организованных христианских общин и христиане живут в постоянном страхе и атмосфере террора. Официальное правительство, хотя и провозглашает право на религиозную свободу, ничего не предпринимает, чтобы защитить христиан. В январе 2012 года по приговору суда женщина-христианка была приговорена к 40 ударам плетьми. Экзекуция происходила на глазах у тысячи зрителей. 10 февраля экстремистами недалеко от столицы Сомали Магадиша был убит 26-летний христианин. В Сомали жила одна из мучениц из наших дней Мурта Фарах. Эта 17-летняя девушка в конце ноября 2010 года была застрелена за переход в христианство в 200 метрах от дома, где она проживала у родственников. Ранее она убежала из дома после того, как ее родители, узнав о том, что она приняла христианство, жестоко били и пытали ее, заставляя вернуться в ислам. Родители Мурты, пытаясь заставить ее отречься от Христа, днем привязывали ее к дереву, а по ночам сажали в тесное темное помещение. Но их усилия были тщетны. Тогда они решили, что она сошла с ума и пытались лечить ее специальными медикаментами. Но в мае этого года ей удалось от них убежать к родственникам, после чего она и была убита. Приведя вот эти факты и цифры, я хотел бы теперь сказать несколько слов о причинах усиления гонений на христиан в последние годы. С семинарской скамьи вы помните, что причины гонений на христиан в древние времена делились на три группы общественные, религиозные и политические. В значительной степени эти причины остались прежними, но с определенными оговорками. Под общественными причинами понимается плохо мотивированная ненависть толпы. Языческие писатели и христианские апологеты единогласно свидетельствуют, что появление и распространение христианства было встречено со стороны населения Римской империи единодушной ненавистью, как со стороны низших слоев общества, так и образованного класса. «Сколько раз враждебная к нам чернь, пишет Тертулиан, нападала на нас, бросала камни и сжигала наши дома. Не щадят христиан даже мертвых, вытаскивают трупы из гробов, чтобы над ними надругаться». Ненависть народной толпы особенно возрастала во времена общественных бедствий. В некотором смысле событие повторяется. «Психология толпы, если эта толпа охвачена истерией, не меняется от того, какой религии принадлежат люди и ее составляющие. Толпе нужен враг, на котором можно сорвать злобу. Инаковость христиан вызывала и вызывает ненависть мира сего». Религиозные причины в древности были связаны с восприятием языческим обществом христианства как недозволенной религии, последователи которой бросают вызов господствующей религиозной или квазирелигиозной идеологии. Сегодня наиболее непримиримым отношением к христианам характеризуются страны, где установлены законы шариата. По данным Американской комиссии по религиозной свободе в мире, из 10 стран, где положение христиан является наиболее плохим, 9 составляют мусульманские страны. Политические причины ухудшения положения христиан, на мой взгляд, являются сегодня основными. В первые века бытия церкви христиан преследовали потому, что они воспринимались как враги кесаря, поскольку не воздавали ему религиозного поклонения. Правовой порядок Римской империи предъявлял исповедникам такие требования, которые последние не могли выполнить, оставаясь христианами. Такие же неприемлемые для христиан требования сегодня выдвигаются в некоторых странах, где приняты законы о богохульстве. Согласно этому закону, само исповедание Христа Богом уже объявляется богохульством, и христиане оказываются перед выбором остаться христианами и пострадать, может быть, даже до смерти, или отречься от своей веры. Христиане сегодня становятся заложниками большой политической игры, связанной с геостратегическим переделом Ближнего Востока и Африки. Богатейшие страны Аравийского полуострова, такие как Саудовская Аравия и Катар, вкладывают миллионы долларов в дестабилизацию ситуации в других странах этих регионов. Радикальный ислам ваххабийского толка экспортируется в страны, для которых он никогда не был характерен. Фактически ваххабизм это политическая доктрина, которая использует религиозную лексику. Это политический экстремизм и идеология ненависти, прикрываемая религией. Существует множество книг и интернет-ресурсов, созданных теми людьми, которые, называя себя мусульманами, проповедуют ненависть и призывают к убийствам людей иных религий, в частности и в первую очередь христиан. Они, несмотря на имеющиеся в Коране запреты насилия над христианами, присваивают себе авторитет и право решать, кто из последователей Христа заслуживает смерти. Идеологи радикальных исламских организаций призывают к тотальному истреблению всех христиан. В лучшем случае им, согласно воззрениям экстремистов, позволяют жить на положении людей третьего сорта при условии выплаты специального налога за право жить на земле мусульман. Показательно, что жертвами этих людей становятся не только христиане, но и некоторые мусульмане, которые, будучи приверженцами традиционных направлений ислама, объявляются отступниками или лицемерами. Экспорт салафизма одного из направлений радикального ислама начался в 70-е годы прошлого века из Аравийского полуострова. К 2000 году его приверженцы распространились по всему миру, и сегодня салафизм играет важную роль в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Катаре, Судане и Афганистане. Сторонники этого движения стремятся к достижению политической цели, построению всемирного исламского халифата, к тому, чтобы жизнь общества строилась исключительно на постулатах шариата, причем самой крайней школы, ханбалитской. Отличительными особенностями политической доктрины салафизма стали непримиримость к гражданскому светскому обществу и стремление к замене его исламским, устроенным по законам шариата. Противопоставление исламского мира остальным цивилизационным моделям, стремление к уничтожению христианства, которое приравнивается к язычеству. В 90-е годы в массовом порядке и практически во всех зонах распространения ислама появились салафитские группировки. К настоящему времени появилось не менее полутысячи таких объединений, которые действуют в целом ряде стран этого региона. Сегодня эта религиозно-политическая идеология распространяется с помощью современных информационных технологий, в том числе интернета и социальных сетей. Радикализм порождает невежество. Когда люди плохо знают свою веру, свою веру, и еще хуже веру своих соседей, это дает почву для агрессии против христиан. Люди имеют греховную природу, они подвержены влиянию агрессивного начала, и чтобы дать ему выход, используются религиозные мотивы. Наиболее уязвимыми перед ваххабизмом оказались исламские сообщества с низким уровнем религиозной образованности. Традиционный ислам указывает своим последователям на необходимость борьбы с агрессивными эмоциями. Ваххабизм же неслучайно называется идеологией ненависти, так как он построен на постулате культивирования ненависти, которая якобы предписана свыше. К сожалению, исламское сообщество пока не нашло способ эффективной борьбы с распространением религиозного экстремизма. В некоторых странах представители именно этого направления приходят к власти и тогда начинаются гонения и даже тотальное истребление религиозных меньшинств. Неправильно было бы возлагать ответственность за происходящее только лишь на темных невежественных фанатиков экстремистов. Часто за спинами погромщиков стоят силы, основной целью которых является получение прибыли из ситуации хаоса и неразберихи. Успех таких людей оплачен кровью. Другим важным политическим фактором, резко ухудшающим положение христиан, является вмешательство в дела региона со стороны стран Запада. Системы, сдерживавшие радикализм в последние десятилетия, разрушаются с помощью военной силы США и НАТО, как это было в Ираке и Ливии, или с помощью инспирированных революций, как это было в Египте и ряде других арабских стран. Кроме перечисленных выше, есть и другие причины усиления дискриминации христиан в последние годы. Нельзя не сказать о том, что одной из причин обострения отношений между христианами и мусульманами в ряде стран, прежде всего африканских, стала практика агрессивного миссионерства, применяемая евангелическими церквами, проповедники которых активно работают с местным мусульманским населением с целью обращения его в христианство. Если же в проповеди допускается уничижение ислама, это еще больше подливает масло в огонь. Кроме того, иностранные миссионеры, как мы это знаем по опыту нашей страны, могут преследовать и политические цели. Очевидно, что мы также должны учитывать различные непобудительные мотивы, которыми руководствуются гонители христиан в каждой из стран. Например, если в Египте на христиан нападают, убивают и поджигают их дома, то в Ираке их чаще всего похищают, требуют выкуп или берут в заложники. Хотя о взрывах христианских храмах в этой стране тоже нередко приходится слышать. Одной из косвенных причин начало массовых гонений на христиан является отказ целого ряда стран Запада от своей христианской идентичности. Процесс секуляризации привел к тому, что большинство европейцев перестали соотносить жизнь с Евангелием, стали жить по светским стандартам общества потребления. В глазах же традиционных обществ, как, например, народов исламских стран, такая постхристианская цивилизация теряет какую-либо значимость и ценность. Мусульмане стали переносить на всех христиан обвинения, которые к христианству не имеют отношения, а связаны скорее с политикой США и стран Европы в странах Ближнего Востока или с пагубным влиянием общества потребления. Речь идет об усиленном навязывании носителям традиционных культур, секулярных стандартов и норм жизни. Протест против этого понуждения иногда выливается в антихристианские выступления. Общественные и государственные организации Европы в последнее время уделяют определенное внимание проблеме дискриминации христиан в мире, хотя этого внимания, на мой взгляд, явно недостаточно. В июне прошлого года в Будапеште я познакомился с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, профессором из Италии Массимо Интровини, который уже несколько лет исследует эту тему. Совсем недавно в Риме с его помощью была создана обсерватория по наблюдению за религиозной свободой, которая в этом году проведет конференцию о защите религиозных меньшинств в разных странах мира. 20 января 2011 года была принята резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы о положении христиан в свете защиты свободы религии, осуждающая убийство или дискриминацию христиан в разных странах, в частности в Египте, Нигерии, Пакистане, Иране, Ираке, на Филиппинах. Резолюция, адресованная правительством и парламентом этих стран, была принята большинством голосов. Депутаты решили учредить постоянно действующий орган при Европейской службе внешних действий, который будет следить за развитием ситуации с религиозной свободой в мире и ежегодно информировать органы ЕС о случаях ущемления свободы совести властями или общественными силами разных стран. Резолюция Европарламента является важной в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, впервые европейские политики в полный голос высказались по проблеме, которая до тех пор получала лишь периферийное звучание. Таким образом, существование гонений на христиан в мире было признано одним из основных политических органов Европейского Союза. Во-вторых, впервые было обращено пристальное внимание на работу лиц, которые занимаются сбором объективной информации о дискриминации христиан. В-третьих, в своей резолюции Европарламент предложил конкретные способы воздействия на ситуации. Их принцип прост. Деньги и бизнес в обмен на соблюдение прав человека. Экономические соглашения между странами Евросоюза и государствами, имеющими зафиксированные от нарушения религиозной свободы христиан, должны заключаться только при условии улучшения положения ущемленных в правах религиозных групп. В-четвертых, в принятой резолюции много внимания уделяется необходимости соблюдения религиозной свободы, которая закреплена основополагающими международными и европейскими документами, а также содержатся и предложения по созданию механизмов ее мониторинга. Вместе с тем, эти важные и своевременные призывы приведут к искомым результатам лишь в том случае, если за ними последует создание эффективного и регулярного механизма диалога религиозных общин с национальными и международными структурами. 22 сентября 2011 года генеральный секретарь ООН Пан Гимун призвал противостоять дискриминации в отношении христиан, подчеркнув, что предубеждения в отношении тех или иных лиц, основанные на религиозной идентичности, являются недопустимыми. Я убежден в том, что на базе имеющихся международных механизмов защиты религиозных меньшинств, необходимо создать постоянно действующие эффективные центры сбора и изучения информации о преследованиях на религиозной почве, в задачу которых будет входить не только мониторинг ситуации, но и подготовка соответствующих решений для исполнительных органов международных структур. Русская Православная Церковь говорит о преследовании христиан в мире не первый год. В мае 2011 года на заседании Священного Синода был принят документ, в котором наша Церковь не только осудила гонения на христиан, но и призвала мировую общественность обратить пристальное внимание на эту проблему и сообща выработать меры по борьбе с дискриминацией христиан. Русская Православная Церковь выступала и продолжает решительно выступать против любых форм ксенофобии, религиозной нетерпимости и экстремизма. И мы с искренним интересом готовы обсуждать с нашими мусульманскими братьями вопросы общественной нравственности, сотрудничать с ними по наиболее актуальным направлениям, словом, развивать открытый и честный диалог. Одним из способов борьбы с дискриминацией христиан является активизация межрелигиозного и межкультурного диалога. Ему принадлежит важная роль в создании необходимых условий нормализации межрелигиозных отношений в проблемных регионах мира. Введя диалог с последователями других религий, мы трудимся ради преодоления межнациональных, политических и межрелигиозных конфликтов. Такой диалог позволяет лучше понять друг друга, преодолеть ложные стереотипы, которые зачастую порождают ненависть и агрессию в отношении представителей иной религии. Но мы должны прямо сказать о том, что никакие усилия одной церкви или даже нескольких церквей не могут сегодня предотвратить или значительно уменьшить ту волну гонений, которая покрыла целые регионы и страны, в частности Ближнего Востока и Северной Африки. Здесь необходимы совокупные усилия христианских церквей, средства массовой информации и прежде всего правительств тех государств Европы, Америки, государств западного западного мира, которые имеют политический диалог со странами Ближнего Востока и Северной Африки. В этой связи мы неоднократно уже обращались к руководству европейских стран, а также и к руководству государств, входящих в каноническую юрисдикцию Русской Православной Церкви, с просьбой о том, чтобы тема дискриминации христиан учитывалась в двусторонних отношениях с теми странами, где такая дискриминация имеет место. На недавней встрече премьер-министра и кандидата в президенты России Владимира Путина с руководителями традиционных конфессий России я выразил пожелание, чтобы одним из направлений российской внешней политики была систематическая защита христиан, проживающих в тех землях, где они сейчас подвергаются гонениям. Я сказал премьер-министру о том, что сильная Россия это та Россия, которая защищает христианские меньшинства в этих странах, в том числе требуя гарантий соблюдения их прав в обмен на политическую поддержку или экономическую помощь. Отвечая на эти слова, Владимир Владимирович сказал, не сомневайтесь, что так оно и будет, сомнений никаких нет, и призвал к дальнейшей активизации межрелигиозного диалога. Все это я вам рассказал, дорогие братья, для того, чтобы, и сестры, для того, чтобы вы понимали, что ситуация в современном мире очень непростая, и что мы с вами в нашей стране живем в относительно спокойных условиях, в том, что касается межрелигиозного мира. Но мы должны знать, что происходит в других регионах, не только потому, что это необходимо для нашего общего развития, а потому, что мы должны понимать, что сегодня мир является единым целым. Процесс глобализации произошел так далеко, что сегодня процессы, происходящие в одном регионе, невозможно отделить от процессов, происходящих в других регионах. Для нас очень важно экспортировать наш собственный опыт межрелигиозного взаимодействия, опыт, который наша страна накапливала в течение многих веков в другие страны. Мы можем показать людям, что наличие разных конфессий в одной стране не означает обязательной предрасположенности к конфликту. И мы должны понимать, что борьба с экстремизмом, борьба с радикализмом, борьба, которая должна происходить не только на уровне межрелигиозного диалога, но и внутри каждой религиозной конфессии, это та задача, которая сегодня стоит перед всеми нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...